Я горячо приветствую вас, маленький любитель фотографии. В этом видео мы с вами поговорим как инфо-цыгане, как победить фотографии в 2024 году. Шутка, будем говорить нормально, нормальным языком. Есть четыре вещи, которые вы, если вы будете делать систематически, то они вам действительно помогут не только стать лучше как фотограф, но еще как человек в принципе. Даже несмотря на то, чем вы занимаетесь. Итак, это первое. Любовь к себе и здоровый сон. Еще раз. Любовь к себе и здоровый сон. Что это такое? Любовь к себе это когда ты понимаешь, что если тебя где-то на работе, друзья в семье, дома пытаются докрутить и выжать последние соки, то нужно научиться говорить нет. Нужно научиться любить себя. Когда мне было 20 с небольшим, у меня было очень много энергии, и я ее тратил с большим удовольствием направо и налево. Ни о чем не жалею. Но сейчас, когда тебе уже немножечко за 30, твой организм начинает сопротивляться. И он подает сигналы. И эти сигналы я рассказывал о них в предыдущих роликах, о том как отдыхать, о том как бороться с выгоранием. Вот это все, по сути дела, приводит к эмоциональному, физическому истощению. И если вы думаете, что вот эта вот жертва, она как-то будет оправдана, или оплачена, или оценена, то я вас разочарую. К сожалению, нет. Мир жесток, люди тоже жестоки. Если вы не любите себя, и вы как-то выпадаете из этой игры, то очень быстро вам находит замена. Вот. И поэтому любовь к себе, друзья, и здоровый сон. На площадке нужно быть свежим, отдохнувшим, классным. Не нужно опаздывать на площадку, не нужно жаловаться о том, что у вас что-то болит, что-то не получается, что вы не способны что-то поднять тяжелое, или наоборот, куда-то пройти, много километров там, или наоборот, не спать очень долго. Все вот это вот вас ограничивает, вас подставляет, и вам не позволит перейти на новый шаг, на новый уровень, именно с точки зрения какого-либо профессионального или творческого направления. Здоровый сон, любовь к себе. Это очень важные вещи. Пункт номер два. Жить скромно и посредством. Здравствуй, 2024. Инфляция идет семимильными темпами. Я так веду, условно говоря, индекс китикета. У меня есть наш сотрудник ОТК, кот Шашлык. Он уже живет не один год. Здравствует. Но обходится каждый год дороже и дороже. Я помню, как тот же самый корм кошачий покупал по 9 рублей. Сейчас его найти по 14, это уже большая удача. То есть, инфляция составляет мое почтение. Все безбожно дорожает. Естественно, наши доходы за инфляцию не поспевают. И вот здесь вот я хочу сказать, что если вы привыкли жить на широкую ногу, то нужно поумерить сильно свои аппетиты. В том случае, если вы хотите преуспеть именно на фоне фотографии, если вы хотите заниматься фотографией, то нужно быть гораздо более скромным в своих собственных тратах. Я научился жить на очень скромный бюджет. И всегда анализируя, нужно ли мне покупать какую-то вещь, не нужно ли мне покупать какую-то вещь. Могу ли я ей найти замену, могу ли я найти бушный, могу ли я найти новый. Например, я купил вот эти вот две замечательные камеры Canon 5D Mark II по 15 тысяч рублей, продав всего лишь одну камеру XT200 за 35 тысяч рублей. Плюс у меня еще осталось на объективе. Я собрал этот комплект волшебный, он мне тоже очень недорого обошелся. Он очень специфичный, выполняет специфичные задачи. Но тем не менее, я не купил ничего нового. Свет, которым я свечу, это обычный галогеновый свет, который был куплен за 5 тысяч рублей. Импульсный свет, который вот у меня есть, вот здесь вот он за моей спиной, это тоже история, которая мне досталась бесплатно. То есть, все, извините, собрано буквально дендрально-фекальным методом, но тем не менее, оно позволяет делать важное, оно позволяет делать работу и развиваться. Конечно же, я очень люблю новые гаджеты, я очень люблю новые цацки, но всегда подхожу с точки зрения того, если я покупаю их в полную цену, то что они мне дают? Они должны либо приносить деньги, либо экономить время. Если они не делают ни то и другое, то к покупке, что называется, не рекомендуется. Тот же самый телефон, это 8-й айфон, старый. Я не комплексую по этому поводу, того, что он старый или что-то еще. Я тут брату недавно подарок сделал, тоже старый, но 11-й айфон, потому что у него был 6-й айфон. Вот, здесь дело не в айфонах и не в моделях, а здесь дело именно в подходе. У меня есть определенный бюджет на гаджеты, я его держусь, придерживаюсь, и таким образом, в принципе, строится вся моя экономическая система, которая позволяет заниматься мне тем, чем я продолжаю заниматься, то есть фотографией. И ее беспредельно, безрассудно, беспощадно люблю. Какие у меня могут быть рекомендации? Копим, живем вообще по самое дно, экономим. Конечно же, не в ущерб совсем уж своему ментальному здоровью, но где можно, сокращайте, экономьте, потому что это в ближайшее время будет очень важно. Друзья, спасибо вам большое, что продолжаете смотреть видео. Минуточку, внимание, я сейчас принимаю участие в очень крутом масштабном проекте, вот прямо сейчас, в эти минуты. Если вы хотите стать частью этого проекта, я буду вам безмерно благодарен. Подробности найдете в ссылке в описании, там же будет видео на больший формат. Ну все, продолжайте смотреть видео. Спасибо. Третий пункт. Открыть дополнительные источники дохода. Один из моих любимых. Когда рассуждают о том, профессиональный ты фотограф или нет, очень часто приводят в пример то, что если ты не занимаешься фотографией фулл-тайм, и если тебе это не приносит основные деньги, то ты, мол, не профессиональный фотограф, а так фигня на палочке. Так вот, выбросите, пожалуйста, эту чушь из головы. Сегодня исключительно фотографии могут себе позволить зарабатывать очень закоренелые дяденьки и тетеньки с большим именем. И то, на самом деле, если чуть-чуть копнуть, вы узнаете, что они уже далеко не только одной лишь фотографией занимаются. То есть, я не верю в то, что можно хорошо, классно зарабатывать, занимаясь, например, исключительно съемкой свадеб или исключительно съемкой репортажа. И опыт не только мой, но и моих коллег показывает, что диверсификация бизнеса – это очень хорошая вещь, которая позволяет оставаться на плаву. У меня были и будут еще такие моменты, при которых заказов не было совсем, от слова «очень». Как правило, есть периоды, когда заказов много, ты их выполняешь, ты получаешь денежку, ты можешь себе позволить, там, предположим, в один месяц заработал 200 тысяч рублей, и такой думаешь, блин, все, сейчас я вот куплю вот ту самую камеру, которую давно хотел, и она стоит 200 тысяч. Вот если вот так сделаете, то, скорее всего, вы очень быстро об этом пожалеете. И вылетите нафиг из фотографии. Вот, получив эти денежки, я их сохраняю, и только потом, спустя время, если они остаются, если я понимаю, что у меня идут новые заказики, вот только тогда и только тогда, я позволяю себе покупать какое-то новое, именно вот гаджеты, фототаску. Все остальное уходит на жизнь, бытовуху, расходы, поддержание штанов и прочие такие вещи. И вот, как раз-таки, диверсификация бизнеса – это очень важная вещь, которая позволяет компенсировать те или иные просадки. Нет фотосессии? Окей, давайте организуем мастер-класс. Тот же самый YouTube, тот же самый Boosty. То есть, здесь не суть, какая важна, какие примеры. Важно, чтобы вы понимали, что сейчас надо зарабатывать не только лишь исключительно одной фотографией. И ни в коем случае не надо, пожалуйста, думать о том, что фотограф-профессионал, который не зарабатывает съемкой – это не профессионал. Это вообще, вот, я еще раз говорю, чушь эту выкиньте из башки. Ну и четвертая вещь, самая важная – дисциплина. Друзья, дисциплина – это ключ вообще ко всему. Что такое дисциплина? По сути, это когда мы с вами понимаем, что нужно делать, и делаем это. И вот, когда в определенный момент вы такие думаете, блин, сегодня такой замечательный день, а мне так не хочется писать эти ютубовские видео, прогуляю-ка я. Ну нет, надо вставать и писать самые ютубовские видео. Или ты садишься делать работу, дизайн, который совершенно не хочешь делать. Вообще, вот, очень, совсем, от слова, никак. Ну, ты садишься и делаешь это через «не хочу», через «не могу», потому что надо сдать проект, нужно закрыть чек, нужно получить оплату. Все вот эти вот вещи. Это… За это отвечает дисциплина. Как ее воспитать, уже другой вопрос. По своему опыту хочу сказать, что, в принципе, если чем-то заниматься целенаправленно три недели, то уже вырабатывается привычка. Через пару месяцев, поверьте, уже у вас даже не будет вопросов по поводу того, чем и как заниматься. Это становится привычкой, становится рутиной бытия, рутиной жизни и ведет вас постепенно к главному, к вашей цели. Вот, заканчивая ролик, мне очень хочется сказать следующие слова, что, когда я только-только мечтал о том, чтобы полноценно зарабатывать фотографии, я совершал много ошибок, я очень много метался, искал, у меня не было ответов на многие вопросы, это сейчас они уже появились, это сейчас я уже знаю, что делая одни и те же действия и не делая другие действия. Ты кирпичик к кирпичику сначала строил фундамент, потом сейчас возводишь с помощью этих кирпичиков маленьких знаний себе стену, чтобы построить домик, который потом будет тебя обеспечивать различными плюшками. Финансовыми, не финансовыми, это уже вопрос другой. Поэтому я вам тоже желаю, что называется, быть здоровым, хорошо, крепко спать, экономить, диверсифицировать доходы и самое главное дисциплинировать себя. И тогда у нас все будет, друзья. С вами был Георгий Романов, любимым вашим близким. Подписывайтесь на Boosty, поддерживайте канал. Благодаря подписчикам платным у нас выходят новые ролики и не забывайте заглядывать в Telegram чат, там много тоже всякого классного. Ну и еще мы общаемся. Все, на этом точно закончил. Пока. Продолжение следует...